Итак, ребята, о чем это видео? Сейчас я покажу вам, как получить проект MetaHuman Creator и настроить его, а затем использовать приложение для захвата движения лица в реальном времени на ваших устройствах iOS и iPhone. Итак, очевидно, что сейчас существует масса людей, очень заинтересованных в этой технологии. Я имею в виду, что одно из моих видео набрало около 30 тысяч просмотров за два дня. Многим это интересно, и очень многие в значительной степени переходят в Unreal Engine, тем более сейчас. Итак, это для вас, ребята. По большому счету, это руководство для начинающих о том, с чего начать. Итак, обо всем по порядку. Для начала нам нужен MetaHuman Creator. Итак, если вы зайдете в Marketplace, убедитесь, что у вас установлена версия Unreal Engine 4.26.1. И если вы перейдете сюда, просто наберите MetaHuman. Вы перейдете сюда, и вам будет доступна ссылка для скачивания. И после этого можно сжать на Download. После того, как он будет загружен, он появится в Marketplace или в библиотеке вашего эпика. Итак, после того, как загрузка завершится, это появится в вашем хранилище. И я нажму здесь All, чтобы вы могли видеть все в моем хранилище. Тут все будет в алфавитном порядке, так что MetaHuman вот здесь. Мы будем создавать новые проекты, назовем его просто MetaHumanTut. После этого открываем и запускаем Unreal Engine 4.26. Окей, далее вот что мы делаем. Жмем More. И вы должны увидеть его прямо здесь, MetaHumanTut. Окей. Теперь первое, что вам нужно сделать, это включить наш FPS. Show FPS или Ctrl-Shift-H. Теперь мы можем увидеть это здесь. Если ваш ноутбук сейчас плачет, вы можете изменить Scalability на Low. Окей. Вы можете полностью изменить это значение, и это должно увеличить ваш FPS. И по умолчанию камера здесь VASD, как в видеоигре, и перемещается быстро. Теперь следующее, что мы сделаем, это просто убедимся, что Live Link включен. Как видите, он уже здесь, но я все же покажу. Идем в Edit, Plugins, и он уже должен быть включен. Вбиваем Apple и обнаруживаем R-Kit прямо здесь. И Face Support тоже должен быть включен. Окей. А теперь давайте продолжим и выйдем отсюда. Все, что нам нужно, мы включили. Если я нажму G, все эти значки будут удалены. Это чтобы вы знали, что мы можем от них избавиться. Итак, в этом проекте два разных персонажа. Так вот, все используют эту даму, но я знаю, что мало кто использовал азиата. Теперь вот, что мы сделаем. Нужно просто перейти к этому содержимому и перейти в эту основную папку, чтобы мы видели только эту основную папку. Далее мы делаем следующее. Переходим в Window, и если вы нажмете на Live Link здесь, вы увидите этот Live Link здесь. Я только что пристыковал это. И вы тоже можете просто пристыковать это везде, где вы заходите. Итак, мы разместили персонажа. Есть Live Link. Окей. Как я уже сказал, мы будем работать над азиатским парнем. Так что я собираюсь удалить эту девушку прямо из этого аутлайнера. Итак, я собираюсь удалить эту девушку прямо отсюда. Yes to all и окей. И я также собираюсь удалить этот пример, потому что всякий раз, когда я буду нажимать Play, ничего воспроизводиться не будет. Это реклама, которая здесь была. Поэтому я удаляю ее прямо отсюда, чтобы когда я нажимал на Play, воспроизводилось практически все. А теперь вот что я собираюсь сделать. Я просто удалю эту стену. Далее Save All. И теперь мы видим нашего персонажа прямо здесь. Я перехожу в Редактировать, Плагины и включаю HDRI Backdrop. А затем перезагружу. Теперь я просто перетащу сюда HDRI, который я скачал с HDRI Heaven. Окей, у нас здесь есть этот HDRI, и вот что я собираюсь сделать. Я вернусь к месту расположения персонажа, нахожу HDRI и перетаскиваю его сюда. Потянем его немного вниз, и вы можете отключить инструмент привязки вот отсюда, чтобы получить немного плавности в движениях. Окей, просто убедитесь, что поверхность в порядке. Отлично. Теперь я собираюсь удалить эти источники света, потому что они нам не нужны, так как мы используем HDRI. Удаляем их все. Удаляем, и давайте еще удалим и камеру. Итак, этот проект также поставляется с двумя контейнерами постобработки, которые мы также можем удалить, так как мы просто пытаемся научиться делать маукап. Можем продолжить и Save All. Окей. Итак, вы можете заметить, что он не будет выглядеть особо хорошо, потому что мы подключали кучу вещей, такие как освещение, и кроме того, у меня этот параметр установлен на Low. Итак, что мы делаем дальше? Мы просто добавим свет перед ним. На нем есть какие-то блики, поэтому сейчас его глаза очень темные. Давайте просто переместимся в 3D пространстве, поднимемся вверх, а затем посмотрим. Вот так. И если ты заметил, чем дальше ты от него, тем уродливее он становится. Ну, это действительно так. Я имею в виду, даже в реальной жизни. Если вы понимаете, о чем я. Чем дальше люди, тем лучше. В реальной жизни все наоборот. Но это не важно. И это из-за уровня детализации, о котором я говорил в своих предыдущих видео. Я собираюсь записать еще одно видео об уровне детализации, потому что многие хотели бы знать об этом. Но ради этого видео мы будем проще, мы будем как бы ближе к нему. Все в норме. Теперь вот что нам нужно сделать сейчас. Нужно подключить наш iPhone к этой системе. И для этого мне понадобится мой IP-адрес. Для этого перейдите в командную строку и найдите свой IP-адрес. Убедитесь, что у вас также нет антивируса или чего-то подобного, потому что это может по сути заблокировать это соединение. И вам нужно будет подключиться к одному и тому же интернету, как в вашем iPhone, так и на вашем компьютере, который вы используете. В противном случае это не сработает. Окей. Итак, с учетом сказанного, давайте здесь взглянем на некоторые вещи. Давайте удалим еще что-нибудь, что нам на самом деле не нужно. К примеру, удалим туман, потому что это довольно дорого и это реально нам не нужно. Продолжим и снова сохранимся. Итак, ладно. Далее вот что мы сделаем. Я собираюсь запустить свое приложение здесь через секунду. Итак, теперь я прямо в приложении. Вот и все. Вы хотели увидеть мое лицо, теперь вы его видите. В принципе, для настройки мы должны кликнуть в правом верхнем углу. Ой, простите. Чтобы настроить, я должен кликнуть там, в верхнем левом углу и нажать на Live Link. Это имя моего телефона и мой IP-адрес. Если там ничего нет, просто нажмите Add Target и введите последние пять значений по умолчанию. Пять единиц. Просто я уже вписал IP-адрес сюда, который взял из командной строки, а затем нажал Add Target. Далее вернемся назад и следующее, что я хочу сделать, это включить стрим вращения головы, потому что мы и правда хотим, чтобы он в значительной степени копировал наши движения головы и шеи. Окей, позвольте мне продолжить и вернуться на нашу главную страницу. И это вернет меня сюда. Итак, теперь я собираюсь перейти к Unreal Engine, Live Link. Так что Live Link сразу же должен определить этот телефон прямо здесь, что реально круто, потому что он просто появится здесь. Если это не так, то это означает, что либо ваш антивирус блокирует его, либо вы ошиблись своим IP-адресом. Но Live Link должен здесь появиться. И это почти все. Теперь все, что остается сделать сейчас, это нажать на это. Извините, это нужно будет удалить. Это просто для контроля. Нажмите на BP. Это blueprint самого персонажа. Перейдите в Default под BP MetaHuman. Далее сюда и выберите свой iPhone. Этот лоуд довольно забавный. Затем выставите флажок на L-Link FaceHead. Вот и все. Это все исправит. А теперь, если мы перейдем к... Давайте убедимся, что мы в игровом режиме. Идем в Window и далее в World Settings. Удостоверимся, что тут у нас None. Здесь у нас все нормально. Далее я перехожу к Play и Simulate. Это почти все. Я имею в виду, что мои глаза смотрят в сторону, потому что я смотрю на свой экран. Но все получилось. Я даже могу подмигнуть. Итак, на этом лице очень много невыраженных форм. И прямо сейчас многие люди на самом деле жалуются на то, что рот не закрывается все время. Поэтому если я закрою рот прямо сейчас, вы это увидите. Я имею в виду, что вы можете вот так закрыть рот. Как-то так. Я думаю, что с Motion Capture совсем другое дело. Вам придется попрактиковаться и подкрутить множество настроек для вашего персонажа. Потому что, конечно же, захват с телефона явно не будет таким же, как лицо в вашем CGI. Я имею в виду, что это в конце концов мобильный телефон, поэтому у вас будут некоторые ограничения. Итак, следующее, что мы сделаем, это сделаем запись при помощи нашего приложения и Unreal Engine. Мы можем записать все на телефон и посредственно с телефона, а можно также сделать это и здесь. Итак, мы переходим к Sequencer. Window, извините. Мы переходим в Window, Cinematic и Sequence Recorder. Мой Sequence Recorder уже здесь, и поэтому он здесь не появляется. И далее я продолжу. Нажмем здесь Stop. Продолжим. И удалим все, чтобы вы могли видеть, что мы делаем. Далее я собираюсь нажать на Simulate. Видите? Окей. А затем я щелкаю по этому PP с правой стороны и добавляю его в Sequencer Recorder. А затем жму Record. Пошел небольшой обратный отсчет. Как дела, парни? Итак, знаете, я просто тестирую это, потому что многие люди хотели бы знать, как это сделать с нуля. Вот, пожалуйста. С моим лицом и всем остальным. С криками моих детей на фоне. Итак, жмем Stop. И вот что произойдет. Я просто проигнорирую это, так как это ошибка из-за той последовательности, которую мы удалили. А он не может ее найти. Если вы пойдете прямо сюда, вы увидите открытую последовательность записи. Откройте ее, и она перенесет вас в эту последовательность. Он сейчас фактически собирается создать копии вашего Human Character. Одну внутри последовательности, и другую внутри вашего Outline. Дальше мы берем наш оригинал и просто прячем его. Окей. И вы, вероятно, думаете, что вау, это выглядит как дерьмо из-за стиля Маршалла. Опять же, дедушки Unreal 4. Поэтому переходим прямо здесь, в Face, и изменим Animation Mode на Custom Mode. А затем ключевой кадр установим в нули. А сейчас я опять спрячу это. Теперь вы видите записанный нами Motion Capture лица. И если я воспроизведу это вот так. Давайте здесь увеличим FPS. Так будет в реальном времени. Окей. Итак, начнем отсюда. И скорость сейчас 30 кадров в секунду. Окей. И, кстати, я знаю, что многие все время спрашивают меня о характеристиках моего железа. RTX 3090, Intel 10900K, 4.9 ГГц и 64 ГБ RAM. Вот с таким железом я работаю. А сейчас прервемся и кое-что поменяем здесь. Установим тут на Cinematic и посмотрим, не рухнет ли мой компьютер. Продолжим и нажмем Play. Итак, как видите, я получаю около 19 кадров в секунду, а мой экран мерцает как сумасшедший. Ну да ладно. Итак, мы подошли к концу урока, и я просто пытаюсь понять, смогу ли я убить свой компьютер. Вот так. 13 секунд. Но посмотрите на это. Выглядит потрясающе. Окей, ребята. После этого все, что вам нужно сделать, это экспортировать свой фильм прямо сюда или добавить в очередь рендеринга. И все готово. Что ж, надеюсь, вы узнали что-то новое сегодня. И надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы хотите увидеть еще больше. Я знаю, что загружаю много видео про MetaHuman, потому что сейчас люди сходят с ума по этой теме.